Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира The Sims. Выпуск номер 50. Сегодня в выпуске. Разработка мода, которая поможет сделать открытый мир в Sims 4, а также выход нового дополнения уже в июне и многое другое. Помните, в прошлом выпуске новостей я рассказывал вам про открытый мир в Sims 4? И что один очень интересный автор придумал концепт-арт этого открытого мира. Так вот, у этой истории есть продолжение. Автор под ником Creator написал в своем твиттере вот такие слова. Я работаю с небольшой командой программистов для того, чтобы сделать те концепты открытого мира реальными. Это будет выполнено как мод в игре, который изменит изначальные карты городов, а загрузку превратит в плавное перемещение по карте. Перемещение по карте будет выполнено при помощи автомобиля, точно так же, как это было бы в открытом мире. А как вы думаете, классная ли эта идея? Как по мне, так очень. Увидеть что-то новое в Sims 4 в виде мода, конечно, замечательно. И тем более, что в последнее время никаких классных крутых модов, собственно, и не выходило. Так что, если вдруг вы постоянно хотите быть в курсе событий на эту тему, то смотрите наши выпуски новостей. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, дабы не пропускать самые свежие выпуски новостей. Ну, а мы поехали дальше. Игра Sims 4 окончательно прекращает поддержку 32-битных систем на Windows и Mac OS. Команда The Sims написала вот такое письмо. Уважаемые симмеры, сегодня мы объявляем о некоторых изменениях в поддержке спецификации The Sims 4 на ПК и Mac. С июня 2019 года мы больше не будем поддерживать Sims 4 на процессорах Mac OS, которые не поддерживают такую технологию, как Metal, и на 32-битных операционных системах на ПК. Но, разумеется, у тех фанатов, которые не смогут обновить свое железо или операционную систему, команда The Sims не забудет. По предварительным данным, такое обновление выйдет в июне. И в то же время выйдет облегченная версия игры Sims 4, которая будет называться The Sims 4 Legacy Edition. И если вы из тех пользователей, которые не смогут обновить свои компьютеры или операционную систему, то вам придется в Ориджине скачивать именно облегченную версию игры Sims 4, для того, чтобы она заработала на ваших компьютерах. Но загвоздка в том, что на эту облегченную версию не будут выходить никакие обновления, новые дополнения, игровые наборы и каталоги, а также в ней не будет работать галерея. Но в этой облегченной версии будут все дополнения, игровые наборы и каталоги, которые выходили до февраля 2019 года, а то есть до игрового набора StrangerVille. Ваши старые сохранения, а также моды в игре поддерживаться будут. Так что, если после июня 2019 года вы также хотите продолжать наслаждаться игрой Sims 4, то не забудьте проверить, поддерживает ли ваш компьютер 64-битную систему, будь это Mac или ПК. Но пользователям ПК я бы порекомендовал обновиться, так как если вы пользователь Mac, то вам придется покупать более современную машину. А если вы пользователь ПК, то вам либо просто нужно переустановить вашу систему на 64-битную, либо же купить более свежий процессор. И благо, что в бюджетных сегментах есть процессоры, которые поддерживают 64-битную систему. И обновиться будет намного дешевле, чем пользователям Mac полностью покупать новые машины. Вот, как-то так. И на фоне этой новости, что компания Maxis прекращает поддержку Sims 4 на 32-битной системы, портал Sims Community сделал собственный вывод о том, что в июне нас ждет новое дополнение. Давайте поподробнее. Команда Sims Community предположила, что последнее объявление команды The Sims о том, что они будут выпускать новое обновление для Sims 4, которое завершит текущую поддержку 32-битных систем на Windows и Mac, может многое рассказать о следующем дополнении. Так как команда The Sims написала, что в облегченной версии игры The Sims будет поддержка всех игровых наборов, дополнений и каталогов, которые выходили со 2 сентября до 2014 года по 26 февраля до 2019 года, это означает, что до выхода бесплатного обновления, которое перестанет поддерживать 32-битные процессоры на Mac и ПК, никакого платного контента для Sims 4 не выйдет. Так как если бы платный контент и вышел бы, он бы тоже должен был поддерживать 32-битную систему. Но команда The Sims сказала, что последним поддерживающим игровым набором будет Strangerville. И это уже не первый случай, когда команда The Sims делает крупное обновление буквально за пару дней до выхода дополнения. Таким образом, команда The Sims еще в 2015 году выпустила обновление буквально за пару дней до выхода дополнения «Веселимся вместе». Это обновление позволяло выбирать, на какую версию операционной системы вы бы хотели установить Sims 4, на 64-битную или на 32-битную. Также в прошлом году команда The Sims выпустила крупное обновление буквально за пару дней до выхода дополнения «Путь к славе». В это обновление они добавили режим изменения ландшафта и еще кучу всего интересного. Так что и обновление в июне 2019 года может быть обновлением перед выходом нового дополнения. Ну а как вы думаете, неужели март, апрель и май будет без нового платного контента? И мы его увидим только в июне. Пишите в комментариях. Но если контент будет в июне, то скорее всего это будет новое дополнение, как было в прошлом году с дополнением времена года. Ну и разумеется, так как Сим Гуру Кей сказала, что в марте не будет контента, мы ждем апрель для того, чтобы получить бесплатный контент. Все же помнят ту белую полку из прошлого выпуска. Так вот, скорее всего она придет в апреле с каким-нибудь классным бесплатным обновлением. А уже в июне новое дополнение. Ну а теперь новость лично от меня. Все вы любите праздник Пасха. Независимости, Америка или Россия. Да, праздники празднуются по-разному в каждой стране. Так вот, наша команда подготовила для вас маленький мини-наборчик к этому празднику. Скачать вы сможете его по ссылке в описании. Там очень классные предметы с очень классным описанием. Вот, скачивайте его по ссылке в описании, играйте, наслаждайтесь. И этот маленький набор на Пасху принесет в ваш дом немножко пасхального настроения. Так что скачивайте его по ссылке в описании. Мне будет безумно приятно. Оценивайте, делитесь этим набором с друзьями. И потом скидывайте скриншоты с этим набором, как вы используете эти предметы к нам в группу ВКонтакте. Создам там специальный альбом. Вот. Используйте. Ссылочки все в описании. Пользуйтесь. Вот. Поехали дальше. Ну а теперь наша постоянная рубрика новости одной строкой. Команда The Sims 4 продолжает возвращать семейки из предыдущих частей. На этот раз они вернули семейку Колби, которая изначально жила во второй части игры The Sims в городе Китишград. Чуть позже эта семья появилась в The Sims 3 в городе Аврора Скайс, а также в Оазис Приземления из дополнения Вперед в Будущее. Теперь же эту семейку вы можете скачать в галерее The Sims 4 на официальной странице Максис. The Sims Mobile стартовало новое испытание в честь Дня Святого Патрика. Это испытание состоит из 23 заданий, выполнив которые вы получите определенный комплект предметов в себе в игру. Филипп Марсель, человек, который саморучно перерисовывает карты для Sims 4, наконец-то закончил свои работы. На данный момент Филипп перерисовал все карты городков, а также переделал их в моды. Так что теперь все города, которые есть в Sims 4, вы сможете заменить им карты. И все карты будут в одной стилистике. И мой личный внутренний перфекционист заорал наконец-то, потому что слишком долго Филипп не выпускал переработанную карту для города Сильвадорада. А тут все. Все карты в сборе. Так что скачать вы их сможете по ссылке в описании. Дерзайте. Ну а это были все новости из мира The Sims за прошедшую неделю. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить палец вверх, а также подписаться на канал, дабы не пропускать свежие выпуски и свежие трансляции, которые проходят на нашем канале ежедневно. Ну а с вами был Сергей, это канал Хабагивили. Всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!